Фаршированный болгарский перец представляет. Режиссер Икс Шпак. Музыкальный продюсер Джи Си Роу. В ролях Дмитрий Ковалевский. Илья Мажар. Анатолий Смопин. Вячеслав Галкин. Денис Воронцов. Антон Ерошкин. Ироника Мазитова. Артем Коршун. Ильме не подходи к нему. Не, по поводу зарплаты и специфики работы я в курсе. Это мне еще в вашем агентстве рассказали. Мне больше интересен другой вопрос, а именно коллектив. Все-таки три месяца торчать в этой снежной дыре. Ты, как я понимаю, тут главный, да? Да, я твой непосредственный начальник. Мое имя Райан. А это чат. Можем сказать, что отдаленно он твой коллега. Ты ведь связист, верно? Да. Ну, по совместительству еще электрик, но это так, скорее хобби. А чат у нас слесарь-механик, и по совместительству, наверное, тот, кто больше всех рад твоему трудоустройству. Ибо до нынешнего момента он, можно сказать, работал на две ставки, выполняя еще и твою работу помимо своей. Тем более, что работав вы будете в одной нашей, так сказать, коморке. Слушай, да, на самом деле ты даже не представляешь, как я рад, что ты здесь. Потому что я уже задолбался тут все за двоих чинить. Этого лопоухого ишака не слушай. На самом деле меня зовут Чет, а не Чат. Они называют мое имя неправильно. По их мнению, это дохера смешно. Ну ладно, к сути дела. Сейчас прилетим на станцию, пойдешь со мной. Я покажу тебе, как мы работаем, где мы работаем и с чем работаем. А также покажу место, где можно подольше скрываться от глаз начальника. А на что можно забить. Эй, Чат, а ну прекращай. Как тебя, кстати, зовут? Эээ, Баг. Ага, очень приятно, Баг. Так вот, Чат, Баг устроился к нам, чтобы работать и зарабатывать деньги, а не дрыхту днями напролет у тебя в мастерской. Я, конечно, понимаю, что вы один хрен время от времени будете там филонить, но не надо сразу настраивать новенького не на тот лад, окей? Хорошо, тогда я немного переформулирую свою мысль. Приедем на базу, я покажу тебе место, где я буду чилить, а ты будешь пахать за двоих. Ха-ха-ха, Чат, как остроумно, блин. Сейчас, как прилетим, я познакомлю тебя с нашим коллективом. Ты не переживай, ребята дружные, ты с ними поладишь. Есть, конечно, группка душнил биологов, но если к ним не лезть, то беспокойства они не приносят. Так-с, о чем это я? А, да, познакомлю тебя с нашими ребятами, покажу тебе твою комнату. Как раз кинешь нам свои вещи, и потом Чат отведет тебя на экскурсию в нашу мастерскую. Узришь, так сказать, свое рабочее место. Ха, ну окей, нет проблем. М-м-м-м, очень интересно. Марк, прошу тебя, отрави ты уже от своих мониторов. Исследования подождут. У нас тут события посерьезнее. Наконец-то прибыл новый связист. О, наконец-то. А то я уже начал переживать за парней. Думал, они не прилетят. О, Марк, господи. Ты думал, они сюда со скоростью света прилетят? В такую-то погоду. Что ж, хорошо, Хилли. Оставайся здесь, а я пока встречу ребят. Ой, об этом можешь не беспокоиться. Рэнди уже пошел встречать их. Ты лучше зайди к Полу. Он сказал, что у него есть для тебя какие-то важные новости. И похоже, это что-то важное. Потому что вид у него был очень тревожный. Да? Ну, я сейчас схожу к нему. А ты... Да-да-да, не переживай. Я останусь тут и присмотрю за приборами. Ну, что вы там плететесь? Давайте быстрее. Перебирайте ножками. Я и так уже 20 минут стою, вас тут жду. Какого хрена так долго? Рэнди, угомонись. Ты что, не видишь, какая вьюга поднялась? С такой видимостью быстро летать нельзя. Кент и так уже в прошлый раз из-за тебя штраф выхватил. Думаю, если это еще раз повторится, то он вообще больше хрен к нашей птичке подойдет. Я пять часов за штурвалом вертушки отпахал. Да еще и в такую пургу. Так что давай ты все свои претензии будешь высказывать там, где температура держится в градусах на 25 минимум. Ну, понятно. А это с вами что за новое лицо? Я Бак, новый связист. Очень приятно. Мне тоже. Я Рэнди, местный медик. Слушайте, может продолжим нашу милую беседу в каком-нибудь более теплом помещении? Рэнди, ты вообще больше всех ноешь, что замерз. А сам стоишь и языком чешешь. Да, да, да. Все, пошли. Только не начинай гундеть. Ни хрена не слышно. А ты подумай. Эй, Пул, ты меня звал? Хелли сказал, что у тебя что-то важное. Марк, у меня для тебя херовые новости. Я три часа копался в этой радио херне и так ни хрена не понял. Без квалифицированного связиста тут черт ногу сломит. А через шесть часов, по прогнозам, ожидается лютый буран. Плюс еще северное сияние вовсю херачит. Короче, если мы за это время не успеем наловить связь, то около двух недель мы будем сидеть тут в глухой изоляции. Ой, Пул, можешь не беспокоиться. Новый связист уже прибыл. Райан помогает ему туда обустроиться. Сейчас Чет быстренько проведет экскурсию по нашей мастерской. И он настроит тебе тут все как надо. О, Господи, наконец-то. Мне не придется копаться во всех этих проводах. Ну, давай поторопи их, потому что времени у нас остается все меньше и меньше. Через шесть часов, даже с прекрасно работающей связью, мы хрен с кем сможем связаться. Ох, наконец-то тепло. Бак, давай за мной. Покажу тебе твой конкурс. О, наконец-то. Родной девайк. Блин, опять мне дверь закрывать. Эй, Рэнди, по-братски, только дверь поплотнее закрой. А то в прошлый раз из-за бури ее чуть с петлями не вырвало. Сам бы встал и закрыл. Значит, вот тут ты и будешь жить. Вещи пока можешь оставить. Обустраиваться будешь позже. Сейчас я быстренько изложу тебе твой распорядок рабочего дня. И потом Чет покажет тебе вашу мастерскую. Хорошо. А у меня это сегодня как? Ознакомительный день или можно будет поработать? Просто уже не терпится приступить к своим основным обязанностям. Ты с этим не спеши. Еще успеешь наработаться. Значит, по поводу распорядка. Подъем в 6.30. До 7 часов время для умывания, чистки зубов и тому подобного. Затем завтрак до 7.30. После завтрака у тебя есть полчаса, чтобы прибыть на рабочее место и приготовиться, так сказать, добросовестному труду на благо отчизны. Твое рабочее время начинается с 8 утра и заканчивается в 6 вечера. По факту, если работы нет, то можешь дрыхнуть хоть целый день. А иногда бывают такие завалы, что приходится хреначить по 24 часа без продыху. Ну, такое бывает редко. Так, что же еще-то? А, да. Сейчас это двух обед. По субботам у нас ПХД и стирка постельного белья. Воскресенье и легкий день. По поводу непосредственно твоей работы, это починка всего радио и электрооборудования, имеющего отношение к связи. А также иногда наши ученые просят что-то им починить или просто помочь. Это тоже формально входит в твои обязанности. Но наглеть им особо не позволяй, а то они с тебя вообще не слезут. Ну и нахер посылать их тоже не советую, а то нажалуются руководству и долго ты тут не проработаешь. Райан, мать твою, ты еще ему покажи, как задницу подтирать. Я думаю, он и так сам все поймет в процессе работы. Давай я покажу ему мастерскую и мы все пойдем по своим делам. Ой, Чед, я тебя умоляю. Тебя обычно пинками не заставишь работать, а тут в кое-то веке заре не нашло. Потрудиться решил. Ха-ха. Мне-то эти сказки не рассказывай. Ах, сейчас, еще немного и отпущу вас. Такс. Ну, в принципе, я тебе все рассказал. Если возникнут вопросы или какие-то проблемы, в том числе и с Чедом, то ищи меня, я его угомоню. Ага, угомонит. Не слушай его. Если накосячишь в моей мастерской, тебе даже сам Господь не поможет. А этот лопоухий не поможет тем более. О, Райан, наконец-то я вас нашел. Мне очень срочно нужен ваш новый связист, так что давайте заканчивайте здесь побыстрее. И пусть он идет за мной. Что? Док, неужели это так срочно? Это чертовски как важно, Райан. Уже через пять с половиной часов погодные условия ухудшатся настолько, что мы не сможем связаться вообще ни с кем. И это независимо от того, будет ли наша связь налажена или нет. А если учитывать, что мы и так уже три дня не выходим на контакт с начальством, то нам уже по шапке должно нехило прилететь. Так что повторюсь. Еще раз, давайте быстрее тут заканчивайте и одолжи мне своего человека. Эх, хорошо, понял тебя. Ну что, Бак, ты там говорил, что тебе не терпится приступать к работе? Ну что ж, вот твой первый шанс проявить себя. Готов? Да, конечно, что-то у меня требуется. Все починю и сделаю в лучшем виде. Ой, а это что за дебы? Они меня напрягают. Они мне тоже не нравятся. А знаешь, что мне не нравится? Твоя затронская рожа. Давай-ка не буракуйся, а? Ну да уж. Ну фильмы пошли. Для кого это чушь вообще снимают? Ой, Кент, я тебя умоляю. Кому ты заливаешь? Если б тебе это реально не нравилось, ты бы не залипал в это говно неделями напролет. Так потому что тут смотреть больше нечего. Ловит только один этот сраный канал с такими боевиками. Ну уж лучше я буду смотреть это, чем часами пялиться на твою печальную физиономию. Ой, ты пошел ты, а? Быдло не образованные. О, кстати, у нас же теперь есть квалифицированный связист. Можно его попросить антенну подкрутить. Мало ли хоть чем-то новое начнет ловить. Вот когда у тебя найдутся силы и время оторвать свою жопу от стула, иди и попроси его об этом. Потому что мне тоже надоели твои говнобоевики. Ну что там, Бак? Получается наладить что-нибудь со связью? Да, походу я понял, в чем тут было дело. Сейчас кое-что попробую. А ну-ка, давайте-ка, попытайтесь выйти с кем-то на связь. Так. Пул. Давай, давай. Не тяни, не тяни. Попытайся связаться с Тачайсом. Надеюсь, сейчас все наконец-то заработает. Так. Хорошо. Устанавливается единение с главной станцией. Ух ты. Работает. О, работает. Ха. Есть, конечно, небольшие помехи. Но потом это можно будет подкорректировать. Так. Ну-ка, ну-ка. Что они там говорят? Станция осень. Прием. Вы нас слышите? Центр. Прием. Это станция осень. Мы вас слышим. О, неужели? Почему у вас среди дня не было в эфире? Да у нас тут связь накрылась. Пока ждали связиста, что-то пытались сделать. Но среди нас не было достаточно квалифицированного специалиста. А, но теперь он среди вас есть. Поэтому со связью проблем больше не будет. Понятно. Профессор Марк, вы тут? Да-да-да. Я все еще тут. Отлично. У нас для вас есть задание. Произошло ЧП. Возможно, пострадали люди. Понадобны за помощь вашей группы для разрешения ситуации. Что за хрень? Э, кто-то мое радио трогает. Райан, мать твою. Ты-то тут что делаешь? По кайфу сидеть и смотреть, как я тут работаю? Ха, конечно. Это же такое событие. Его в пору фотографировать и в музее вешать. Подумай только. Чед работает. Да где это видно? Ха-ха. По сравнению с некоторыми, я тут вообще пошу как папа Карло. Да ладно тебе, не кипятись. Смотрю, ты починю нашего дизельного монстра. И еще чиню. Да я бы уже все сделал, если бы тут не шлялись всякие посторонние и не отвлекали меня от работы. Да если бы я тут постоянно не ходил, ты бы целыми днями только и делал, что в потолок плевал. Ну ничего, я попрошу новенького приглядеть за тобой. Ага. Посмотрим, кто еще за кем будет приглядывать. Возможно, он вообще будет целыми днями с этими учеными торчать. Кстати, он уже освободился? Пока нет. Ну, пусть занимается. Связь уже давно надо было наладить. Все правильно, пусть занимается. Я надеюсь, он будет долго с этой хренью возиться. Чем дольше нет связи, тем дольше у меня нет запчастей. А чем дольше у меня нет запчастей, тем дольше я смогу получать деньги, ни хрена не делая. Слушай, а ты ничего не перепутал? Давай, иди работай, халбей, блин. О, Райан, вот ты где. А я тебя везде ищу. У меня к тебе очень важное дело. Собирай всех своих людей. Нам нужно серьезно кое-что обсудить. Так, господа, благодаря нашему новому связисту мы наконец-то смогли связаться с нашей главной станцией. За что сразу же были вознаграждены не очень хорошими новостями. Ближайшая к нам седьмая станция перестала выходить на связь. Причем это радиомолчание сохраняется у них. Уже второй день. И вся эта ситуация очень сильно тревожит наше начальство. Погодите. Так может у них просто та же самая проблема, что была и у нас? Я тоже сначала выдвинул такую гипотезу. Но начальство заявляет, что тут не все так просто. Видишь ли, дело в том, у нас тут полетело оборудование. И от нас не было вообще никаких вестей. Потому что причина нашего радиомолчания была очевидной и очень простой. А именно, баг еще раз что было? А, пустяки. Транзистор полетел, вот и все. Ну еще и пол в своих тщетных попытках все исправить, все провода там перепутал. В общем, проблемы чисто технические. Причем не самые страшные на самом деле. Вот именно. В нашей ситуации сразу было понятно, что что-то сломалось. А с ребятами с соседней станции ситуация вообще непонятная. Ну и что же именно там такого непонятного, профессор? Дело в том, что на соседней станции сигналы как бы принимаются. И это значит, что они нас слышат. И даже время от времени кто-то выходит на связь. Только передача эта как бы пустая. То есть это либо какие-то неполадки или сбой системы. Либо кто-то выходит на связь и просто молчит. Ха, так может мужикам стало просто скучно? И они решили просто так над всеми подшутить? Ой да уж, хотелось бы мне в это верить. Только вот шутка выходит какая-то больно дорогостоящая. За такие выходки у нас половина лишения премий. А это напоминает 70% от всей вашей зарплаты. И если учитывать, что на связь не выходит вообще никто и уже несколько суток. И если это реально шутка, то по шапке за нее получат все на той станции. Так что Рэнди, я очень сильно сомневаюсь в твоей версии. Так, ну а при чем тут наша станция, непосредственно мы? Только не говорите, что руководство хочет отправить нас к ним на помощь. К твоему несчастью, дела обстоят именно так. Поверь, мне самому не хочется тебя туда отправлять. Но это приказ начальства, и я тут уже ничего не могу поделать. Профессор, ну неужели кроме нас больше некому этим заниматься? У нас и здесь до хрена работы. А вы хотите, чтобы мы ни с того ни с сего сорвались и отправились хрен пойми куда взяв на себя роль спасателей? Мы даже не знаем, что нас там ждет. Тем более, что пока мы будем собираться, то начнется снежная буря, которая продлится по вашим же заявлениям две недели. И вероятнее всего, результатом этой так называемой спасательной миссии станет то, что спасать придется уже нас самих. Райан, успокойся, своими психозами ты уже тут ничего не исправишь. И я здесь ничего не решаю в таких вопросах. Я просто передал тебе слова руководства. А если ты пойдешь с ними конфликтовать, они тебя даже слушать не будут. А просто поставят перед фактом, что тебе нужно туда отправляться в приказном порядке. Вот и все. И вместо того, чтобы ломать здесь драму, давайте все вместе подумаем, как это могли бы мы поаккуратнее провернуть. Поаккуратнее это уже не получится провернуть. Ибо раньше, чем завтра с утра, мы не сможем выдвинуться в путь даже при всем желании. А завтра с утра погода уже будет нелетной. И останется таковой, по вашим словам, как минимум на две недели. Так что придется добираться туда по земле, ибо я не хочу опять схватить штраф за несанкционированные полеты в опасных погодных условиях. Мне и в прошлый раз этого хватило. А по земле на этом старом трандулете, который четко ковырял, четыре дня без продыху туда добираться придется часов семь как минимум. И это при условии, что он не сломается или не заглохнет из-за морозов прямо на пути. И я не хочу замерзнуть насмерть посреди этой ледяной пустыни ради хрен пойми чего. В какой-то веке я согласен с этим придурком. На таком морозе в заглохшем транспорте долго не просидишь. А такая херня как обморожение, хочу напомнить, чаще всего приводит к ампутации конечностей. В самом деле, профессор, вы хоть понимаете, что вы предлагаете? Чтобы осилить такую вылазку, мы должны взять с собой как минимум связиста, который если что доложит о возникновении чрезвычайной ситуации. Медика, если мало ли кто-то не дай бог получит травму. И механика на случай поломки транспорта. А если приплюсовать к этому старшего группы и водителя, то это уже вся наша команда. А на станции кто останется? Вы с доктором Хелли и Пол? А чё Пол не поедет? Он всегда на базе отсиживается. А потому что иначе некому будет держать с вами связь. И чуть что вызовет вам спасателя, если вы вляпаетесь куда-нибудь. Так, ладно, успокойтесь все. Как я понимаю, нам от этой вылазки уже не открутиться. Поэтому предлагаю прямо сейчас поподробнее обсудить наш план действий. Значит, на вылазку отправляются Кент, Рэнди, Бак, я и Чет. Мне это нахрена туда ехать? Как будто у меня здесь работы нет. Чет, тебе уже объясняли, что может всякое случиться, в том числе и с транспортом. И техни в команде в таких случаях необходим. Так, на чём я остановился? А, да. Значит, мы отправляемся в пятером. Поскольку двигаться будем на наземном транспорте, то на месте окажемся примерно к середине дня. Хотя, учитывая, что тут сезон полярной ночи и в самом разгаре, то время суток роли не играет. Так вот, значит, допустим, мы прибудем туда, и что дальше? А дальше ваша задача будет заняться поиском персонала станции и выяснение причины их радиомолчания. А дальше ваши действия будут зависеть от того, найдёте ли вы персонал станции и в каком состоянии вы найдёте его. Если никого не удастся найти, или же самое страшное, никого не останется в живых, то просто докладывайте об этом нам и возвращайтесь обратно. И если будут найдены люди в тяжёлом состоянии, то берёте их с собой и эвакуируйте к нам. А если этих, так сказать, тяжёлых пассажиров окажется слишком много, в этом несчастном горе-тракторе место-то не резиновое? Тогда постепенно в несколько заходов будете увозить их оттуда частями. Я думаю, что в случае такого развития событий, начальство выделит нам помощь. Твою же мать! Как же это всё авантюрно звучит! Ну да ладно, будь что будет. Но, профессор, хочу заявить сразу. Если что-то пойдёт не так и появится угроза возникновения чрезвычайной ситуации с угрозой для жизни моих ребят, то я сразу завершаю эту вылазку и возвращаюсь обратно на станцию. Вы меня услышали? Да, Райан, я услышал вас. Можете не беспокоиться. Я тоже не сумасшедший и не готов подвергать свою команду риску для жизни. Только-только что-то чуть-чуть пойдёт не по плану, я сразу завершаю эту операцию. Даже под страхом штрафов и увольнений. Никто в мою вахту, зазря, своим здоровьем и жизнью рисковать не будет. Решено. Думаю, на этом можно закончить. На следующий день, 8.37. Да твою мать, ну что ты там всё копаешься, задрал, а? Оборудование. Давай завязывай, а то ты сейчас всё разломаешь, и мы точно никуда не поедем. Полутора суток придётся провести там, если учитывать путь. То проголодайтесь вы точно. Да-да-да, профессор, угомонитесь. Всё нормально. Все ребята готовы. И всем, конечно, это нравится. Хотя о чём я, никому это не нравится. И никто не хочет туда ехать. Но все понимают, что делать нечего. Это наша работа. Абак вообще, в отличие от всех остальных, прямо аж переполнен энтузиазмом. Как будто в натуре шила в одном месте. Акда, профессор, что там по поводу связи? Как нам её с вами поддерживать? Уран уже вовсю хреначит. А как только мы отъедем от базы дальше, чем на 10 километров, то из-за северного сияния наша рация не сможет добить до вас. О, не волнуйтесь. По поводу этого момента мы с коллегами посовещались и приняли решение. Поскольку, как мне сообщили вчера, сигналы на той станции принимаются. Так что, скорее всего, всё оборудование, связанное со связью, там в порядке. Поэтому, как только вы туда прибыли, быстро бегите в тамошнюю радио и выходите с нами на связь. Да, вы правы. Такой бран будет это сделать проблематично. Но на этот случай мы выбили баку, усилитель связи. Парень он смышлённый, как я успел заметить. Поэтому затруднений, как выйти с нами на контакт, у него не возникнет. Конечно, при таких погодных условиях, даже с усилителем, связь будет не очень хорошей. Но это хоть что-то. Ого, значит, если что, усилитель убак. Понял. То есть, пока мы будем в пути, связи не будет? А мало ли, что с транспортом случится. Да, кстати, по поводу этой проблемы мы долго ломали голову. Но в конце концов, пришли к какому-никакому решению. Мы выдадим вам копию карты местности, на которой мы обозначили заранее. Составленный нами самый безопасный и при этом самый короткий маршрут. Эту карту вам необходимо передать вашему водителю. Как его там, Кент. И строго-строго накажите ему, чтобы двигался по этому маршруту и никуда не отклонялся. По нашим расчётам, максимальное время, которое может занять у вас путь до туда, это 8,5 часов. Плюс ещё час на то, чтобы разгрузиться и начать обык станции и обосноваться на ней. Короче, проще говоря, через 9,5 часов, после того, как вы отсюда убудите, мы начнём выходить с вами на связь. Если в течение получаса нам так никто и не ответит, то мы вызываем спасателей. И дадим им установку, чтобы двигались по заданному нами маршруту. Так что не дай бог на дороге что-то стучится, то не отклоняйтесь от намеченного нами маршрута. Хорошо? Ой, не обрадуется же, Кент. Больше всего его бесит ездить по картам. Ну ладно, профессор, давайте. Как пребудем на место, сразу свяжемся с вами. Ребята, давайте. Удачи вам. И берегите друг друга. Спасибо, профессор. Не скучайте, пока нас не будет. Так, всё, парни. Давайте закруляйтесь со сборами. Ехать пора. Как же я люблю такие поездки. Особенно зимой. Ещё с детства, на самом деле. Едешь в тёплом транспорте. Слегка укачивает. Всегда в сон клоняло в такие моменты пары. Правда? Хм. Да ты настоящий везунчик. А то помню, в позапрошлой вахте был один тип, который просто постоянно укачивал. Пару раз этот салон был полностью заблёван. Ты бы знал бы, как Чет тогда матерился. Я думал, он его насмерть забьёт каким-нибудь гащичным ключом. Прямо у себя в гараже. Офигеть, да ну нахер. Какие же не попадаются только работнички, да? Ой, да и не говори. Вообще не то слово. Да уж. Райан, а ты-то чё сидишь сам не свой? Как будто тебя на расстрел везут. Ты же тут вообще самый старший и опытный. Должен быть спокойнее всех. А ты сидишь сам не свой. Как будто это не моя, а твоя первая вылазка. Вот я серьёзно не понимаю, чего ты боишься? И даже если с парнями на той станции что-то и могло плохое случиться, то мы-то в любом случае максимум, что увидим, это последствия всего этого. Сомневаюсь, что к тому моменту конкретно нам уже что-то будет угрожать. Да я в курсе, Бак, но ты пойми. Мало ли что случится в этой вылазке. Тем более не дай бог кто-то из вас пострадает. Я же ваш начальник, я за каждого в ответе. Тем более учитывая информацию, которую нам вчера изглагал профессор, жопой чую, что там что-то неладно творится. Ах да, ребят, предупреждаю сразу. Как пребудем и начнём осматривать станцию, то все строго должны соблюдать меры безопасности. А именно, не ходить по одному, не совать свой нос куда попало без моего ведома, и всегда сообщать о своём местонахождении, пути и конечной точке вашего маршрута. Чтобы, мало ли, если что, мы знали где вас искать и смогли оперативно прийти к вам на помощь. Да не переживай, Рая. Всё будет чики-пуки. Надеюсь, ребята, надеюсь. Райан, ты бы лучше надеялся на то, чтобы Кент не повесился в этой водительской кабине от очередных охренительных историй Чеда. Да уж, Рэнди, тут ты прав. Помню, в родном городе довелось мне на таком же морозе тачку чинить. Приехали мы в какую-то задницу, и машина резко запускаться перестала. Полтора часа всякие шланги и патрубки перекручивали, и бензин по ним гоняли. Господи, когда же он заткнётся? Можно было кувалдик толпануть, я бы ничего не почувствовал. Отвечаю. Семь часов спустя, 16.11. Так, ну что ж, вот мы и здесь. Блин, а профессор был прав. Тут и вправду как будто все вымерли. Ну да ладно, времени тянуть нету. Давайте, парни, обыскивайте каждый дом и каждый закоулок. Нам нужно найти людей. Твою мать, да. Походу, внутри тоже никого. Да и в здание никак не попасть. Всё заперто. Чет! Ну чё, как там у вас? Нашли хоть одно открытое здание? Да, сука, а! Не-не, чуваки, тут всё глухо. Да твою ж мать, что здесь такое произошло? Райан! Походу, мы кое-что нашли. Сейчас, Гент, уже иду! Посмотри-ка сюда. Опа-на, ничего себе. Это ж как надо заморочиться, чтоб такое захреначить. Да, уж не говори. Походу, здесь завелись полярные кроты. Ну, походу, другого выбора нет. Придётся туда лезть. Уж нет. Ищи кого-нибудь другого, потому что я туда хрен полезу. Не ссыкинт. Я сам туда полезу. КОНЕЦ Ага, вот я и внутри. Кент, Рэнди, ну чё у вас тут? И куда делся Райан? Да Райан вон в эту дыру полез. Надеется, что сможет через неё пролезть в дом. Что? Он, походу, точно осёл. Он же сам говорил не разделяться и поодиночке не ходить. И в итоге сам полез в какую-то задницу. Если внутри с ним что-то случится, хрен я полезу его вытаскивать. Не волнуйся, это и не понадобится. Давайте, не стойте на пороге, а еда внутрь. Короче, странные дела, ребят. Все вещи на местах. Ключи от всех помещений, карточки доступа и удостоверения работников. А вот самих работников как раз таки и нет. Да, это всё очень интересно. Ну и что ты об этом думаешь? Странные дела, короче. Я даже не знаю, что дальше делать. Ну как минимум, нам надо найти радиорубку, установить усилитель и выйти на связь с профессором. О, кстати, да. Как я мог забыть. Значит так. Сейчас мы с Балком сходим в радиорубку. Свяжемся с профессором. Проверим, насколько это вообще возможно. А ты, че, бери пока все остальные ключи с пропусками и иди с парнями выискивать оставшуюся территорию станции. Как только закончите, приходите к нам в рубку. Будем докладывать головастикам о наших успехах. Профессор, приём. Вы меня слышите? О, наконец-то. А я уже начинал потихоньку переживать. Что, ребят, как у вас в том успехе? Мы обыскали внешнюю территорию станции. Радиорубку и жилой блок. Пока никого из персонала мы не обнаружили. Но нашли все их личные вещи. Сейчас ребята обыскивают оставшиеся здания. Как только не закончат, то мы сразу выйдем на повторные сеансы и доложим вам о результатах. Но что-то мне подсказывает, что результат будет тем же. Райан, быстрее. Давай за мной. Мы кое-что нашли. Это должно тебя заинтересовать. Что? Неужто вы сумели найти кого-то? Пока нет, но там кое-что поинтереснее. Возможно, косвенно это приблизит нас к разгадке того, куда все подевались. Ничего себе. Что-то не похоже на обычные лачуги, как у нас на станции. Да уж, тут, видимо, что-то посерьезнее обычной биолаборатории. Наши головастики бы обзавидовались бы таким хоромом. Так, Чет, а вы пытались попасть внутрь? Ага, мне вот как раз заняться нечем, кроме как свой нос куда не надо пихать. Ты сказал обыскать, как что найдем, тебе доложить. Именно это я и сделал. Инициатива не в моем вкусе. Все правильно. Пока не стоит спешить. Сначала сообщим о находке ученым. Посмотрим, что они скажут. А потом уже будем решать, как поступить дальше. Так, то есть на станции вы никого не нашли? Пока что. Мы обнаружили что-то похожее на научный комплекс. Все так? Да, профессор, все именно так. Скорее всего, это лаборатория по типу вашей. Ибо выглядит слишком навороченно. И все двери у нее запечатаны. Но у нас есть все карты доступа. Так что, в принципе, проникнуть внутрь мы сможем. Но, честно, что-то не горю особым желанием. Поэтому решил сначала доложить вам. Молодец, Райан. Все сделал правильно. Вот только кто бы мне подсказал, как действовать дальше. Последнее слово за вами, профессор. В зависимости от вашего решения, мы с ребятами уже будем думать, как поступить дальше. Ну что ж, думаю, смысла связываться с руководством нет. Мы все и так прекрасно понимаем, какие будут их указания. Так что, Райан, скорее всего, тебе придется со своей группой вскрыть и обыскать этот комплекс. Блин, а без этого совсем никак? Райан, ты же и сам все прекрасно понимаешь, как и я. Ваши все равно заставят туда проникнуть. И выяснить, куда там делись люди и что там все-таки произошло. И пока эта цель не будет выполнена, вам не разрешат оттуда уезжать. Я и сам не хочу, чтобы вы там долго находились. Так что, давай опустим все сантименты и не будем тянуть резину. Чем быстрее вы там все осмотрите и сделаете все возможное, что в ваших силах, для выяснения причин пропажи людей, тем быстрее вы все оттуда уедете. Ладно, Марк, понял тебя. Сейчас посовещаемся с ребятами, а там уже по итогу свяжемся с тобой и доложим о результате. А больше вы ничего не придумали? Никуда я не полезу, пошли нахрен эти ученые. Сами пусть лезут. По указке этих ботонов я своей жизнью рисковать не собираюсь. Чет, угомонись. Я сам не говорю желанием туда лезть, но выбора не остается. Да и тебе самому не будет обидно 7 часов провести в дороге, чтобы полчаса полазить по пустой станции и попереться обратно? Мне лично вообще насрать на то, сколько мы сюда ехали. У меня ровно один интерес. Побыстрее свалить отсюда и пойти обратно спать, и видеть сладкие сны. Короче, все с тобой ясно, бездельник. Тогда поступим так. Бак, ты останешься снаружи вместе с Кентом. Будете сидеть в радиорубке на подхвате, чтобы если мало ли, чтобы вызвать помощь. И еще, Бак, всегда будь на внутреннем эфире, чтобы мы могли в любой момент с вами связаться. А все остальные, включая тебя, Чет, отправляются вместе со мной внутрь комплекса. Я не могу понять, ты или тупой, или глухой. Повторяю еще раз, я туда не полезу. Нахрен я вообще там нужен? Я думаю, что разумнее всего мне с Кентом остаться у транспорта. Вдруг что накроется? А в этом сраном комплексе мне уж точно делать нечего, я так считаю. Чет, твою мать, ну что ты как маленький, а? А мало ли, дверь заклинет. Оттого и гляди вообще не откроется. Или уже в самом комплексе нам понадобится что-то вскрыть или починить. Короче, блин, ты слесарь или кто? Если ты не собираешься выполнять свою работу, то нахрена мы тебя вообще с собой взяли? Ну ладно, ладно, хрен с тобой. Только перестань гундеть. Вот то-то же. Ах, чтоб ты, блин, пропал. Ну что, Чет, давай открывай. Да, ну нахрен, блин. А я-то надеялся, что она не откроется. Так, я иду первый, остальные за мной. И умоляю вас, будьте аккуратны. И смотрите по сторонам, мало ли что. Так, похоже, это их командный центр. Твою мать, чем же они тут занимались? Так, парни, обыскивайте все. Ищите любую информацию. Да вот делать мне нечего, копаться еще с этим. Я вообще-то механик, а не детектив. Черт, я с тобой полностью согласен. Но профессор ясно дал понять, что руководство требует от нас информацию о том, куда и почему пропал персонал станции. И пока это не выясним, нам не дадут разрешения уехать отсюда. Слушай, у меня идея. Давай свалим отсюда и вернемся на нашу станцию. Там я тебе придумаю тысячу версий, куда они могли деться и почему. Из них ты берешь ту, которая тебе больше нравится, и расскажешь начальству. Как ты такое делаешь? Парни, я походу что-то слышал. Может мне показалось, но вроде бы кто-то там пробежал. Привидение что ли увидел? Эй, кто здесь? Какого? Ну что там, Райан? Похоже, что тут все-таки кто-то есть. Он только что уехал на лифте. Ну и скатертью ему дорога. Все, валим отсюда. Чет, успокойся. Да что, мы спускаемся за ним? Нет, подожди. Давай сначала посмотрим, откуда он пришел. Ни херайся. Да тут похоже, кому-то нехило задницу разнесло. Хм, странно. Что это за жидкость? Похоже на сукровицу. Но. Какого хрена? Тут вся комната ею делана. Так, похоже, кто-то приглашает нас спуститься вниз. Пак, прием. Срочно бери Кента и оба спускайтесь к нам сюда. Слушай, Райан, а может Кент останется рядом с транспортом? Он все-таки водитель. Зачем ему туда лезть? Нет, я же говорил, поодиночке не гуляем. Так что оба сюда, быстрее. Ладно, ладно, Райан, понял тебя. Сейчас будем. Кент, ну ты сам все слышал. Я пытался тебя отмазать. Блин, твою-то мать. Как же меня уже калит вся эта хрень. Короче, ребят, ситуация такая. Нам нужно спуститься на нижний ярус этого комплекса и обыскать его. Обещаю, как только это сделаем, то сразу докладываем ученым и валим отсюда. Тебе на заднице ровно не сидится. Опять предлагаешь мне тащиться в какую-то сраную дыру. Нет, Чет, вот как раз ты сейчас остаешься наверху вместе с баком. Мало ли мы там во что-то вляпаемся. Надеюсь, в этом комплексе тоже никого не окажется и мы спокойно свалим отсюда. Я тоже на это надеюсь, Кент. Мне самому эти мутные дела надоели. Ну что, парни, давайте. Сидите на нашей чистоте. Чуть что, подлетайте на помощь. Хорош трепаться, давай спускайся уже быстрее. Не волнуйся, Райан. Все будет в порядке. Отвечаю. Отлично. Давай, Кент, запускай. Попутного ветра. Можешь не возвращаться. Охренеть. Насколько же этот комплекс огромный. Сука, ну ладно. Раньше начнем, раньше загончим. Вперед, мужики. Обыскивайте все комнаты. У меня чисто. Здесь никого. Парни, у меня тоже ничего. Слушай, Райан, может ну его нахрен это все? Давай просто свалим отсюда, да и пошли они в жопу, эти ученые. Все мы обыскали все, что могли и никого не нашли. Наша миссия на этом окончена. Кент, я только за. Но мы еще даже и близко не весь комплекс обыскали. Да е-мое, парни, я по-вашему кто, водитель или малолетка? Чтоб по всяким подвалам лазить. Надеюсь, на обыске этого так называемого второго яруса наше пребывание здесь закончится. Давай, соберись. Обычнем оставшееся помещение и сразу сматываемся отсюда. Ну короче, жестко тогда нас эти ботаны подставили. Я-то думал, что... Не понял. Э, стой, стой, стой. Вот сволочь. Чет, какого хрена тут происходит? Слушай, я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что дверь закрылась. Кто-то, видимо, не хочет отпускать нас отсюда. У-у-у, походу проводка накрылась. А? Эй, какого хрена свет отрубился? Одновременно закрылась дверь и навернулась проводка? Не может быть такого. Я думаю, это дело рук какого-то охеренного шутника. Рэнди, а ну-ка свяжись с этими двумя оболтусами. Я помню, что генераторная была на их этаже. Пусть посмотрим, в чем там проблема. Парни, прием. У нас тут свет вырубился. Ну, вы, наверное, в курсе. На вашем этаже должна быть генераторная. Это та комната, измазанная какой-то херней. Найдите щиток и попытайтесь восстановить питание. Это Райан на связи. Скажи ему, что если меня здесь перебьет током, я ему буду в кошмарах являться. Чет, хорош острить. Нам долго ждать, пока ты восстановишь питание. Будешь базарить под руку, я тут и до завтра прокопаюсь. Давай-ка быстрее бери этих холохупов под руку и поднимайтесь наверх. Вас тут ждет небольшой сюрприз. Какой еще сюрприз, Чет? У нас нет времени на твои дебильные шутки. Насчет времени можешь не переживать. Теперь у нас его более чем достаточно. Твою мать, ты задрал. Бак, что там у вас случилось? Короче, Райан, тут гермоворота закрылись, а без электричества сам понимаешь. Твою-то мать, замечательно. Поднимаемся наверх? Ну уж нет. Второй раз я сюда спускаться не буду. Пусть пока Чет восстанавливает электричество, а мы пока с фонарями тут все обычаем, чтобы время не терять. А потом уже вместе решим проблему с воротами. Все, пошли. Твою мать! Это что за фигня? Что такое? Ты кого-то видел? Да. Какого-то урода вон там. Че? Похоже, он свалил куда-то. Может быть, это один из персонала, ему нужна помощь. Давайте отыщем его. Э, знаешь, по-моему, люди, которым нужна помощь, по темным закоулкам не ныкаются. Я никуда не пойду. Это вообще не человек. Не неси чепухи. Вперед. Ну, сука, ну и хрен с тобой. Эй, Бак. Свежись с Райаном. Нужно ему кое-что сказать. Ну что, он меня слышит? Райан, тут в щитке полный фарш. Я смогу восстановить электричество, но только на нашем этаже. Скорее всего, еще будет работать лифт. Ворота открыть я не смогу. Они питаются хрен знает откуда. Скорее всего, кто-то закрыл их вручную, и, возможно, из другого помещения. Сука, час от часу не легче. Ладно, че, давай хотя бы лифт восстанови. А то я не хочу здесь снизу надолго застрять. Твою мать. То есть в этих катакомбах еще и застряли, да? Ну, зашибись. Рэнди, угомонись. Что с тобой? Ты тут самый старый, а трясешься, как пятилетний ребенок. Блин, Райан, иди в жопу. Видел бы ты эту хрень в коридоре, тоже бы обосрался. Ой, да ладно тебе. По-любому просто в темноте померечилось. Да ты еще и сам себе накручиваешь. Вот и чудица всякая. Ладно, пошли. Не будем терять время. Опа. Ребята, похоже, это план пожарной эвакуации. Так, ага. Вот оно, жилье, помещение. Раздевалка и главная лаборатория. И вся практически в пяти в шагах друг от друга. Ну, если уж там никого не окажется, то можно сваливать. Погнали. О, бинго. Свяжись-ка еще раз с Райаном. Райан, гениальный инженер все починил. Отлично, парни. Хоть что-то. Сейчас мы тут еще пару помещений осмотрим, так что ждите нас. Так, вот это должна быть раздевалка. Начнем с нее. А, да чтоб тебя. Походу без света все автоматические двери накрылись медным тазом. Святые помидоры. Райан. Блядь, сука. Что это за херня, вашу мать? Походу, это и есть персонал станции. Да ну нет, не может быть. Сука. Парни, ну это уже край. Все сваливаем отсюда нахрен. Не хочу тут больше ни минуты находиться. А я тебе говорил, что тут какая-то хрень творится. Ребят. Кто это? Твою мать, Райан. Это тот урод. Которого ты видел в коридоре. Да, да, да. Да вы что, ребят, этого додика испугались? Э, клоун, а ну отвечай. Что тут произошло? Кент, стой. Не надо, не подходи к нему. Рэнди, бежим! Твою мать, твою мать! Рэнди, сюда! Помоги мне завалить проход. Так, надеюсь на время это его задержит. Давай искать выход отсюда. Это еще что за херня? Там что, люди? Чем, черт возьми, они тут занимались? Райан, как я понял, лифт заработал. Нам спускаться к вам. Нет, парни, ни в коем случае. Оставайтесь там. Тут полное очко. Кент погиб. А еще... Э! Твою мать! Какого хрена? Что за помехи? Какого хрена? Бак, что за связью? Слушай, Рэнди, вроде эта тварь угомонилась. Знаешь, мне кажется, то, что ее до сих пор здесь нету, и мы оба живы, еще не значит, что мы в безопасности. Ну, во всяком случае, пока что к нам никто не ломится, так что нужно пользоваться моментом. Давай пошустрее все обыщем. Я уверен, что тут должен быть обходной путь. Похоже, там внизу творится какая-то нездоровая херня. Как я понял, парням нужна помощь. Придется спускаться. Сиди на жопе ровно. Нам сказали не спускаться. Будем сидеть и ждать здесь. А погеройствовать еще успеешь. Слышь, Райан, я нашел какие-то файлы на компьютере. Тут и видео, и фото, и аудио. Как я понял, это фиксация какого-то эксперимента. И на баре фотографий есть эта тварь. Может быть, если посмотрим, то поймем, что это такое. Что? Рэнди, забей, у нас нет на это времени. Райан, лично мое мнение, что нам лучше выяснить, что это за тварь. Тогда мы будем более адекватно представлять, на что она способна. Твою мать, возможно, ты и прав. Значит так, давай выясняй, что это за тварь, а я пока поищу выход. Лабораторный комплекс Блю Маунтайн. Проект по созданию искусственного комбинированного интеллекта. Кураторы проекта профессор Станислав Лем и профессор Саммонт Корлис. Испытуемые. Мое имя Испытуемый номер один. Шон Сёва. Глариат премьеры Войфа Шока по философии и логике. Основные темы моих работ это математическая логика, философия языка, философия математики, метафизика и эпистемология теории множеств. Ага, вентиляционный лаз. Как вариант, неплохо, но рискованно. Поищу пока ещё что-нибудь. Откуда узнали о нашем проекте? Мне пришло официальное приглашение от ваших людей с предложением о участии в проекте в качестве советника и консультанта-теоретика. Естественно, я согласился, ибо тематика ваших исследований мне очень близка и интересна. Далее, спустя два с половиной месяца участия в проекте мне предложили стать участником первой группы испытуемых. Сначала я, конечно, поколебался пару дней, но потом всё же дал своё согласие. Что подтолкнуло вас на участие в эксперименте? Прежде всего, как я уже говорил выше, это то, что тематика проводимых тут исследований мне очень близка и интересна. И, конечно же, я хочу сделать максимально большой вклад в развитие данной научной области, так сказать, стать одним из первопроходцев, войдя в историю мировой науки. Испытуемый номер два правильный грузовый. Искусство и науки и Национальная академия наук. Также почётный член математического и философского общества. В списке достижений имеются премия Веблина по диаметрии, премия Коула по теории чисел, а также премия Стила и Шованы. Как вы узнали о нашем проекте? О проекте я узнал от коллеги, работающего в вашем научном комплексе. Был в курсе о вашей деятельности ещё давно. Затем мой хороший знакомый, от которого я о вас и узнал, сообщил мне, что он требуется добровольца для участия в эксперименте. Недолго, думаю, я согласился. Связался с вашими людьми и моя кандидатура практически сразу была одобрена. Почему вы согласились на участие в эксперименте? На участие в эксперименте согласился исключительно из-за научного интереса. Меня зовут Ганс Берлинар. Испытуемый номер 3 Ханс Берлинар. Я один из тех, кто работает над этим проектом. А именно, я занимался разработкой системы считывания и трансдублирования нейронной активности мозга. А также участвовал в тестировании и отборе кандидатов на РОИ подопытное. Совместно с этим руководил подготовкой биологического материала к проведению эксперимента. Откуда вы узнали о нашем проекте? Я, конечно, понимаю, что это чисто формальный вопрос, но все же. Я же сотрудник научного комплекса, молодого еще являющийся руководителем одного из основных его отделов по биологии. Как я вообще могу быть не в курсе чего-либо в этой лаборатории? Что подтолкнуло вас к участию в эксперименте? Но участие в эксперименте пошел добровольно и осознанно, по собственному желанию. Отчасти это решение было принято из-за нежелания затягивать ход работ долгим поиском испытуемых. Испытуемый номер 4. Я Англия Кур. Прибыл мой учебу из Японии по программе обмена студентов. На данный момент прохожу трудовую практику в организации Blue Mountain в качестве IT-специалиста. От кого вы узнали о нашем проекте? О проекте узнал от коллег по работе. Да и самому нередко приходилось работать или же контактировать как с участниками так и с кураторами проекта. Почему вы захотели участвовать в эксперименте? Мне показалось интересной вся эта затея. Тем более, что я помогал в разработке софта и программного обеспечения для части оборудования использованного в этом эксперименте. Подопытный Донор тела по итогам фронирование и копирование данных об их мозговой активности. Основываясь на данных проходящих процессах начинается симуляция, передающаяся в объект носитель. После завершения сеанса транснейронной симуляции начинается активация систем симуляции жизни в организме носителя с последующим наблюдением и фиксацией результатов эксперимента. Видеофиксация эксперимента Профессор Станислав Лем Я профессор Станислав Лем. Это видеофиксация начала нашего эксперимента по попытке создания и запуска в автономном режиме комбинированного искусственного интеллекта. Подопытный то есть биологический носитель уже готов и подключен к системе жизнеобеспечения. Испытуем мы уже получили анестезирующие вещества и находятся в своих камерах. К началу эксперимента все готово. На первом этапе мы заполним камеры с испытуемыми специальным раствором, через который в их организм будут поступать питательные вещества. Вторым шагом будет запуск электронейронного трансдупликатора. Подать раствор в камеры. Камера 1 заполнена. Камера 2 заполнена. Камера 3 готова. Последняя камера подготовлена. Испытуемый носитель в нормальном состоянии. Да, все показатели в норме. Сколько у нас есть времени после отврещения системы жизнеобеспечения? Около пяти минут. Отлично. Отключай системы. Начинаем второй этап эксперимента. Произвожу запуск установки. электронейронный трансдупликатор. следующий в сфоте. Продолжение следует... Охренеть. Так вот, чем эти больные ублюдки здесь занимались. Райан, срочно иди сюда. Господи, ну что опять? Ну что, ты сумел что-нибудь выяснить? О, да. Я познал очень многое. Тут проводились какие-то живодерские эксперименты по попытке создать какой-то искусственный интеллект. Как я понял, в общем, грубо говоря, вот эти четыре тела в колбах, а точнее их мозги, это и есть то, благодаря чему эта тварь функционирует. Эти придурки хотели создать какой-то разум и запихать его в голову бывшему серийному убийце и насильнику. Ну, результат мы видели. А до сих пор не ворвалась и не разорвала нас на куски она, видимо, только потому что, что она опасается того, что в панике мы разобьем эти колбы. То есть, вот эти люди в колбах, это, грубо говоря, есть этот ублюдок? Так давай тогда просто расхреначим эту установку. И эта тварь сдохнет. Погоди, погоди. Я бы на твоем месте не был бы так уверен. А что, если это не сработает и эта тварь не сдохнет, а мы в итоге сами себя подставим под удар? Хм, твою мать, ты прав. Но что ты тогда предлагаешь? Мы же, получается, заперты в этой комнате. Я не хочу встретить свою смерть тут, заперный в угол, как трусливая псина. Нам надо выбираться. Так а что ты предлагаешь? Выйти и прогулочным шагом пройти по этим темным коридорам обратно до лифта? Не знаю. Эта тварь по-любому только и ждет, что мы выйдем, чтобы сразу нас цапать. Надо попытаться как-то восстановить связь с Баком и Чедом. Если они смогут ее как-то отвлечь, то у нас появится шанс выбраться отсюда. Ты хочешь использовать Бака и Чеда, чтобы отвлечь эту тварь? А если она их убьет, ты сможешь взять на себя такую вину? Я пока не знаю. Но мне кажется, если эта тварь справится с нами, то следующей ее целью станут Бак и Чед. Так что выбора у нас не остается. Ну смотри. Даже если у нас получится ее отвлечь, то бежать через весь лабораторный комплекс обратно по этим темным коридорам, это очень рискованно. Она сможет успеть нас настигнуть. Неужели нет другого пути отсюда? Я нашел выход в вентиляционные шахты. Но вдвоем лезть туда это глупо. Тогда и будет проще нас поймать. Надо разделиться. Ты полезешь по вентиляции, а я попытаюсь пройти обратным путем через раздевалку. Так у нас будет больше шансов от пространства для маневра. Хм. Идея неплохая. Но опять же, сперва нам нужно восстановить связь. Скорее всего, эта тварь ее и глушит. Пока мы не решим эту проблему, думаю, через какой выход драпать наверх, это бесполезно. А вот тут ты прав. Надо попытаться как-то через помехи все-таки связаться с Баком. Он наверняка знает, как установить четкий сигнал. Что ж, ну давай тогда попытайся связаться с пацанами. А я постою на стрёме. Мало ли эта тварь все-таки решится сюда прорваться. Твою мать, Бак! Что там со связью-то? Ты можешь объяснить? Да блин, не могу понять, откуда-то помехи. Похоже, как будто установили глушилку, только кто? На перебой или что-то сломалось, не похоже. Тут вот именно, что как будто кто-то очень сильно говенит связь. Ну и чё? Ты сможешь это исправить? Да вот пытаюсь. У меня остался один запасной усилитель сигнала. Вот пытаюсь его сюда присрать. Бак! Чет! Прием! Вы слышите меня? Бак! Чет! Прием! Кто-нибудь! Повторяю. Бак! Чет! Парни, вы меня слышите? Твою мать! Походу тут без вариантов. Эй, Райан! Райан! Ты нас слышишь? Ау-у-у-у! Опа-на! А ну-ка, ну-ка! Парни, прием! Вы меня слышите? Бак! Чет! Опа-опа-опа, Райан! Твою мать! Что у вас там происходит? Твоя связь оборвалась в прошлый раз. Какая у вас там задница произошла? Короче, парни, тут полное очко. Кент погиб, весь персонал станции мертв, а по нижним уровням гуляет какая-то тварь и рвет всех на куски. Нам нужна ваша помощь, чтобы выбраться. Райан, ты че вообще чокнулся? Если это какая-то шутка, то я бы даже в детском саду в нее не поверил. Давай серьезно, че там у вас происходит? Я твою мать на шутника похож! Повторяю, Кент мертв! А мы заперты в какой-то сраной лаборатории на нижнем уровне, и нам не выбраться без вашей помощи! Стой, 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 стой! Погоди, Райан! Хорошо! Как мы можем вам помочь? Мы и так починили лифт. Что нам еще? Спуститься к вам? Нет, погодите. Дайте подумать. Давай думай быстрее, пока опять связь не пропала. Значит так, ребята. Да, все-таки спускайтесь, но не выходите из лифта. Начните громко шуметь, орать, стучать по трубам. Короче, привлекайте к себе внимание. Но как только увидите, что к вам движется какая-то бледная лысая тварь, то сразу же поднимайтесь обратно. Ээээ... Как... О... Ладно, в принципе, хорошо. Скоро спустимся. Но, Райан, потом потрудись объяснить, что за херня происходит. Отлично. Ну что, Рэнди, ждем пацанов. Отлично. Ну ты все-таки уверен, что ты готов прорываться через главный вход? А если все-таки встретишь эту тварь? Кстати, слушай, у тебя же как у медика должна быть сигнальная ракетница, да? Да. Она у меня с собой. Но зачем она тебе? Дай-ка ее сюда. Тебе вентиляция нам все равно не пригодится. А я хотя бы смогу освещать себе дорогу. А то фонарик бьет метр на два максимум. Да и в случае, если эта тварь меня все же найдет, то я задам ей жару. Ха. Хорошо, держи. Но ты там это... Будь поэкономней. У меня опять ракет. Не волнуйся. Мне этого вполне хватит. Да, уж я и представить не мог, что на серьезной полярной станции я буду бегать по катакомбам и по трубам стучать. Ну что, погнали? Слушай, так а что ты думаешь делать с этими ребятами? Если мы просто сбежим и оставим здесь эту тварь, рано или поздно сюда кто-нибудь еще приедет и тоже станут жертвами. Нельзя это так оставлять. Я понимаю, Рэнди. Я что-нибудь придумаю. Но не сейчас. Сейчас первостепенная задача это свалить отсюда. Решать, что делать с той тварью и этими людьми будем, когда окажемся в относительной безопасности. Эй, Райан, Рэнди, ау, идите сюда. Опа, парни уже тут. А ну-ка, Рэнди, помоги-ка мне сдвинуть этот шкаф. Ну что ж, ни пуха, ни пера. Давай, Рэнди. Надеюсь, встретимся наверху. Погнали. Сука, ну погнали. Так, вроде бы сюда. Сука, ну погнали. Фух, никого Твою мать Ух ты, надо бы что-нибудь тут поискать Опа, компьютер охраны Интересно, здесь есть записи видеонаблюдения? Какого хрена? Почему они убивают друг друга? Охренеть Это что, это тварь еще и людей сводить с ума может? Твою мать, Рэнди Ай, черт, нет времени Да что ж ты никак не отстаешь? А что если... Получай Сука, да твою ж мать Ау, ребята Я сейчас глотку сорву Где вы, Рэнди Райан Да сколько можно уже? Я задолбался по этим бочкам уже стучать Парни, бегом в лифт Че? Ооо, Райан Что за суета? Баг, скорее жми кнопку Райан, че за херня? Нет времени объяснять Он догоняет Твою мать Он уже тут Да о ком ты? Ни хера себе Баг, живо жми на кнопку Баг, жми на сраную кнопку Охренеть Я уж думал, что все Это конец Так, стоп Ты наконец-то объяснишь мне Какого хрена тут происходит? И где ты потерял Кента с Рэнди? Кент и Рэнди Они скорее всего погибли Твою мать, как ты это допустил? Кента эта тварь освежевала прямо у меня на глазах А Рэнди Мы с ним разделились И потом, когда я улепетывал с этой твари Я слышал его крики Так скорее всего он тоже погиб Охренеть Я не верю в это Отлично И что ты думаешь делать дальше, умник? Че за хрень? Кто-то лифт вызвал? Похоже, эта тварь поднимается сюда Парни, будьте на готове Хрена вы меня тут встречаете О, Рэнди Так ты живой? Что? Какого хрена? Не верю своим глазам Да я и сам в ахере с того Как я смог оттуда свалить Ну че? Так и будете в меня стволами своими тыкать? Или присядем? А то у меня уже ноги отваливаются Значит так, ребята Мы в полной заднице Чет, что с воротами? Ты нашел способ их открыть? Я осмотрел ворота Питание на рубильник Переходит откуда-то с нижних этажей Похоже, у них отдельная цепь питания И управление ими Находится где-то внизу Так что если хотим выбраться отсюда Нам все равно нужно спускаться вниз Что? Вниз? Обратно к этой херне? Вы шутите? А у нас разве есть выбор? Сидеть тут дышать, пока Она сама к нам не поднимется Тоже такой себе вариант Ну есть вариант Понадеяться на то Что эта тварь сама их откроет Как мы видим Воротами пользоваться она умеет Чет, а тебе я смотрю все смешно Вообще-то Эта тварь убила Кента Для тебя это тоже какая-то шуточка? А мне по-твоему Нужно упасть на колени И разрыдаться Как соплевая восьмиклассница? Я уже сказал Чтобы открыть ворота Нужно спускаться вниз Поэтому хорош тянуть яйца за кота Давайте лучше решать Кто из нас пойдет Да что тут решать, Чет Пойдем мы с тобой Мы тут единственные технари Остальные запутаются в щитке Вот уж нет Достаточно Кент и так погиб по моей вине Я больше не хочу Подставлять никого под удар Поэтому, Чет Я пойду с тобой Ну тогда хорош базарить Поднимай свою задницу И пошли Добавим немного огня В этот холодный день Так Рэнди Будьте на связи Если что Так же подскочите к нам на лифте А ты, Чет Запомни Как я понял Самое безопасное Это держаться от этого урода На расстоянии Поэтому Не подходи к нему Надеюсь У ребят все получится Бегай за мной И смотри по сторонам Да уж Найти бы того Кто тут изначально Проводил эту проводку Руки бы ему оторвал Как так все через жопу Можно сделать А? Что? Нет Продолжение следует... Продолжение следует... Чет, иди сюда. Тут план пожарной эвакуации. На нем есть схема всего комплекса. Надеюсь, ты сможешь отыскать на ней электрощитовую. Ага, понял. Сейчас посмотрим. Продолжение следует... Так, ну-ка, ну-ка, где ты тут? Ага, Райан. Похоже, я нашел щитовую. Пошли. Не хочу тут долго возиться. Ага, вот и щитовая. Хм, от падла. Райан, мне понадобится твоя помощь. В соседнем коридоре на стене должен находиться распред щиток. Иди залезь с него и опусти все тумблеры вниз. Но прежде чем включать, крикни мне. Хорошо, Чет. Только давай шустрее. А то долго находиться поодиночке опасно. Давай, иди уже. Сам больше времени тянешь. Ага, вот он где. Чет, ну чё там? Я уже распределителя. Вот сука! Чет! Райан, что? Чет! Твою мать! Какого хрена? Где я? Твою мать! Не-не-не-не-не! Сука! Не хочу быть разделанным как сынокорок! Ооо, Райан! Я смотрю, ты уже очнулся. А я так переживал, что ты проспишь свою собственную кончину. Рэнди, ты какого хрена творишь? Совсем с катушек слетел! А ну быстро, сними меня отсюда! Эта тварь может быть где-то рядом, и если на нас найдет, то нам обоим конец! Ооо, Райан! Нет, нет, нет. Совсем не о том ты сейчас беспокоишься. У тебя проблема посерьезней, друг мой. Пришло время пожинать, что ты посеял. Да что ты, черт побери, такое несешь! Какая моча тебе, блин, в голову ударила! Сними меня отсюда, псих ненормальный! Райан, Райан, успокойся. Ничего страшного. Ты отправишься сейчас ко всем своим друзьям. Кенту, к Баку. Они явно там тебя уже заждались. Ха-ха. И у них по-любому к тебе очень много вопросов. Ну что ж, а я пока удалюсь, не буду мешать вашему воссоединению. Чего? К Баку? Ах ты ж, сука! А ну вернись! Я все равно выберусь и доберусь до тебя, гнида! Рэнди! Рэнди! Вот же ублюдок! Сука! Ну уж нет! Я так просто не сдамся! Так, ну-ка! Давай! Давай, давай! Сука, да когда ж ты порвешься? Опа, опа! Ага! Вот и все! Ну что ж, ублюдок! Я иду за тобой! Рэнди! Иди сюда, гнида! Вот черт! Ты сраный псих! Откуда у тебя пушка? О, ты тоже заметил, что у меня появилась новая игрушка? Это подарок от местных охранников. Им-то он уже без надобности. Сука! Рэнди! Какого хрена ты вообще творишь? Я пытаюсь помочь искупить твои грехи, Райан. Ведь смерть всех наших общих друзей на твоей совести. Ублюдок! Я не могу оставить зло безнаказанным. Рэнди, сука! Успокойся! Давай поговорим! Ай! Сука! Да что с тобой стало? У тебя в натуре крыша съехала, сука! Это вы все чокнулись! Я видел записи с камеры видеонаблюдения. Я знаю, что эта тварь делает с людьми. Она сводит всех с ума. И вы тоже обезумели из-за нее. Это я обезумел? А кто твою мать вырубил меня? Привязал к потолку и прямо сейчас пытается застрелить. Рэнди, это ты спятил. Успокойся, прошу тебя. Нет, это ты. Это ты чокнутый. С самого начала было ясно. Не стоит сюда лезть. Но ты по какой-то хрен поперся сюда. И потянул за собой нас всех. Эта тварь управляет тобой. Я знаю. Я знаю. Рэнди, послушай меня. Я слышал твои грики, когда был в коридоре. Это ты подвергся ее влиянию. Борись с этим. Не позволяй ей помыкать с собой. Нет. Ты врешь. Ты все врешь, ублюдок. Я знаю, это ты, тварь. Я не сдамся тебе в лапы. Ни за что. Сука. Походу, тут все безнадежно. Сука. Твою мать. Получай, мразь. Прости, Рэнди. Я этого не хотел. Какого хрена, Рэнди? Нахрена ты все это натворил, а? Райан. Эта тварь. Она сводит людей с ума. Это я понял. Рэнди, скажи мне, где чек. Рэнди. Рэнди, держись. Рэнди. Твою мать. Похоже, придется действовать в одиночку. Черт возьми. Походу, я не смогу выбраться отсюда, пока эта тварь жива. Ну, теперь у меня хотя бы есть нормальное оружие. Надо добраться до колб и уничтожить их. Что? Бак? Бак? Так ты живой. Бак, постой. Куда ты? Бак. Бак, погоди. Бак, что ты тут делаешь? Бак, Рэнди говорил, что ты... Я уже обречен, Райан. Как и Рэнди. Это конец. Мы все останемся тут. Навсегда. Выхода нет. Бак, что ты несешь? Пошли за мной. Мы уничтожим эту тварь и выберемся отсюда. Ее не уничтожить. Чет, она победила. А вы до сих пор живы. Только потому, что она еще не наигралась. Нет, мы сможем. Нельзя сдаваться. Мы с Четом почти нашли способ выбраться. Кстати, ты не видел Чета? Не знаешь, где он? Чет? Он еще здесь. Пока что здесь. В отличие от меня. Что? Твою мать. Какого хрена? Походу, я тоже начинаю сходить с ума. Сука. Надо побыстрее добраться до колб. Сука. Тварь. Как же ты мне уже надоела. Что? И это все? Ну уж нет. Чтобы наверняка. Земля тебе стекловатой, мразь. Да ну нет. Сука. Да ну нахер. 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 Всё, пора положить этому конец. Сука! Охрен тебе! Уйди, падла! Продолжение следует... Что за херня? А ну стой, мразь! Продолжение следует... Огромный шаг вперёд! Сейчас я покажу тебе твою комнату. Мозг начал умирать. Быстрее! Готовьте тело к процедурам! Продолжение следует... Продолжение следует... Давай же... Сука! Ну давай же... Электричество... Появилось... Электричество... Давай же. А? А ну стой, тварь. Не подходи ко мне. Что? Чет? Ты жив? Чет, успокойся. Эта тварь мертва. Я покончил с ней. Да-да, конечно она мертва. Или может быть ты хочешь, чтобы я так думал? Стой на месте, я тебе говорю. Я видел, как Рэнди сошел с ума. Я знаю, что никто не остается в своем уме после контакта с этой тварью. Что? Да какого хрена, Чет? Вообще-то с тобой она тоже контактировала. Я слышал твои крики в коридоре. Так что может быть ты тоже чукнулся, а? Нет-нет-нет. Это все херня. Не было ничего такого. Я не хочу убивать тебя, Райан. Поэтому отойди в сторонку и дай мне спокойно свалить отсюда. Что? Ну уж нет. Я прошел через все это не для того, чтобы остаться тут подыхать в холоде. Давай не будем совершать глупостей, Чет. Ох, нихера себе. Решил меня на слабо взять? Ну давай проверим, у кого из нас яйца больше. Ну что ж. Давай посмотрим, у кого из нас первого сдадут нервы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok